Презентация сборника «Святая наука. Услышать друг друга». 19-й по счёту выпуск ежегодника продолжает Тифло-традицию и отдаёт дань уважения юбилярам 2022 года. Разные века, разные профессии, разные взгляды, разные страны, разный статус. Общее одно – желание как-то изменить к лучшему жизнь близких людей. Почти полторы сотни лет изучают географию воспитанники специнтернатов по рельефным картам швейцарского педагога Мартина Кунца. А британец Николас Сондерсон изобрёл оригинальную рельефную счётную машину. Незрячие студенты могли на ней выполнять очень сложные действия. Отец Николаса был приставом, собирал налоги. И отец Владимира Бехтерева тоже. Не особенно должности денежные. Так что и знаменитый математик, и знаменитый психиатр добились жизни всего только собственным талантом и упорством. Бехтерев ставил удивительные гипнотические опыты. Занимался гипнозом и офтальмолог Тихон Ярошевский. И оба врача всегда подчёркивали – никогда не лишать надежды на выздоровление даже совсем безнадёжных. И чем-то порадовать. Радовать инвалидов по зрению, сделать доступными их восприятию шедевры мировой культуры – Этим всю жизнь занимался библиотекарь Анатолий Вержбицкий. Он первым в стране начал издание говорящей литературы. Инициативу продолжили сотрудники ВОСовских печатных изданий. Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров и главный редактор журнала «Диалог» Александр Лапшин. Материалы Александра Ивановича всегда были остро публицистичны. Его книги – это очерки о жизни незрячих людей, их психология. Бухтияров обращал внимание на необходимость формировать самостоятельность. Об этом часто забывают. Главное – не быть обузой ни семье, ни обществу. И об этом же, как о главном реабилитационном вопросе, постоянно напоминал в своих работах реабилитолог Алексей Шкляев. В своих книгах Алексей Васильевич старался помочь зрячим глубже понять психологические и бытовые проблемы инвалидов по зрению. Давал рекомендации взрослоослепшим, как вести себя в различных жизненных ситуациях. Приходилось писать статьи и американцу Стэну Ли. Профессиональным журналистом он не был, но придумал столько необыкновенных образов. Сегодня говорят, что создатель комиксов Ли изменил мир. И говорят, что ирландский литератор Джеймс Джойс тоже. Хотя вот он-то никому не помогал. Но почитатели празднуют Блумсдей – День событий в его Улисе. Джойс учился в езуитской школе. Три сотни лет назад такое же учебное заведение окончил и Папа Римский Климент XII. Климента XII почитают как первого понтифика, осмелившегося стать на пути масонов. И необычайно смелой была и единственная в этом выпуске женщина – герой Советского Союза Магуба Сартланова. Проблемы со зрением начались после 1945-го, как последствия страшных военных лет. Что не помешало знаменитой летчице заниматься в ВОСе общественной работой. И ее работа вдохновляла и была примером. Более подробно о героях сборника вы можете узнать, зайдя на сайт Ростовской областной библиотеки для слепых. Продолжение следует...